Здравствуйте! Это программа «День города» в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. Стоимость капитального ремонта растет, а качество падает. Новые жертвы строительных работ. Сосульки сбили, дырявая крыша осталась. Как? Пострадали жители дома на улице Магэс. Минус еще одна стоянка. Теперь бесплатного часа на подземной парковке нет. Больше это место не застроит. Усадьба Попова и ансамбль Троицкого монастыря вошли в единый реестр объектов культурного наследия регионального значения. Проблемы капитального ремонта зимой актуальны как никогда. Жители одного из рязанских домов рассказали, что из-за ошибок ремонтной бригады люди все праздники прожили без воды. А крышу хоть и покрыли, но со своими весомыми минусами. Обо всем по порядку в нашем следующем сюжете. Дома тормолу, вот он лед лежит, видно, вот там вот под крышей. Он тает, течет по стенам. Это главная проблема дома 63 по улице Вознесенской. Крыша, которая после капитального ремонта осталась практически без изменений, если не стала еще хуже. Например, на последнем этаже стали протекать все квартиры. Постоянно течет крыша. Как и сказали, не во время дождя, а когда образуется большой слой снега, там лед и начинает течь. Течет всегда. Дом хороший, теплый, вот такой ширины у нас стены. Вот все течет только на эту стену. Произошла такая ситуация, по словам жильцов, из-за того, что дом нужно было сдать в срок. Капитальный ремонт начинала другая бригада еще в мае. Тогда работы выполнили без всяких замечаний, но только часть. Вскоре ремонт затянулся из-за задержек с поставкой материалов. Первую бригаду сняли, а взамен им поставили другую. Ремонт продолжился 29 декабря, в последний рабочий день прошлого года. Рабочие, по словам местных жителей, и не скрывали своих намерений. Мотивировали они вот такое рвение к работе только тем, чтобы подписать акт выполненных работ, закрыть, смет или как это называется, чтобы получить деньги. По словам жильцов, о качестве работ не особо задумывались. Так, например, устанавливать ограждение на крышу в таких погодных условиях нельзя. Однако бригада все равно начала работу. Представляете, управляющая организация может нас просто бросить, потому что РСУ один сделал такой ремонт, что управляющая организация не хочет после этого ремонтировать наш дом. Недоделки этого РСУ. Все стало еще интереснее, когда появился представитель субподрядной организации «Сервис-16». Мужчина сообщил, что он юрист. Вот только после начал работать не хуже самих строителей. Жильцы рассказали, что он несколько раз ударил кувалдой по трубе канализации, которой 70 лет, как и самому дому. Со старой трубы посыпалась окалина и засорила стояк канализации. Аварийная служба прочистить стояк не смогла. В результате все пять праздничных дней, вплоть до сегодняшнего дня, жильцы, собственники квартиры по этому стояку, лишены канализации и водоснабжения и носят воду из соседних квартир. Проблема еще и в том, что обратиться хоть в какое-то ведомство жильцам было практически невозможно. Все были заняты предновогодними хлопотами. Сейчас вопрос этот поднимают вновь. Направлено несколько жалоб в различные инстанции. В том числе и фонд капитального ремонта. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания, город. Сбивали сосульки, а продырявили крышу. Пострадали квартиры в доме номер 14 на улице Магэс. Обои отклеились, на стенах появилась плесень. И это лишь часть проблем. В ситуации разбиралась Галина Кудряшова. Вот раз, вот здесь вот два, вот там три. И с той стороны тоже по углу в комнате протекает. Вы же чувствуете запах мокрой этой побелки, неприятный. Прям задыхаешься от него. Новогодние праздники Владимир Ларионович провел в дежурстве около тазиков. Вода текла сразу в четырех местах. Больше всего пострадала кухня. Мужчина отмечает, что проблемы с кровлей были и раньше. Дом номер 14 на улице Магэс построили в 1968 году. С тех пор капитального ремонта крыши здесь не было ни разу. Очередная волна обеда началась перед Новым годом. Капало все время, прям как чисто. Тик, 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 тик. Поэтому я перед сном всегда подходил, выливал, чтобы за ночь не перевелось ведро. Утром вставал, ну, пол ведра и пол тазика набиралось. Представители управляющей компании избивали сосульки с крыши. И, по мнению жильцов, повредили бетонные перекрытия. Водой залило сразу шесть квартир. Все они находятся на верхнем пятом этаже. Пострадали и стены трех подъездов. Плесень и подтеки не проходят все 10 праздничных дней. Рядом появились и новые трещины. По словам Тамары Васильевны, проблема с протечкой возникает ежегодно. В 2018 году обещали сделать капитальный ремонт крыши. Однако работы так и не начали. В этот раз проблему женщине пришлось устранять за собственные средства. У нас потолок натяжной на кухне. И там без конца лило. И до того налило, что уже так вот. Скоро потолок был, провалится. Повреждения в своей квартире Андрей заметил лишь 4 января после жалобы соседей снизу. По углу комнаты вода спустилась и к ним. Проблему не заметил вовремя из-за новогодней елки, которая стояла как раз в этом углу. Это обои отклеились. Тут плесень. Все это стоит вода. Она до сих пор влажная. Ну, как мы знаем, по физике, если жидкость замерзает, она расширяется. То есть она будет расширяться, сужаться. И если сейчас по весне будет это все течь, тут будет огромная трещина в стене. И как ее потом заделывать, непонятно. Ну и, естественно, мы сидели без электричества, отключали. Потому что течет все на розетку, боялись короткого замыкания. В управляющую компанию жильцы позвонили сразу. Диспетчер обещал решить проблему в течение суток. Однако за новогодние праздники техник так и не появился. Сегодня наш представитель в лице инженера, службы главного инженера будет по этому адресу, в этой квартире. И мы все детально, естественно, разберемся и посмотрим. И сегодня, к концу дня, к 16.00, у меня будет информация, что мы там предпримем для того, чтобы ситуацию нормализовать. Однако нам не уточнили точные сроки ремонта крыши. Также осталось неизвестным, возместят ли жильцам причиненный ущерб. Галина Кудряшова, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Число бесплатных парковок в Рязани продолжает уменьшаться. Теперь запретили парковаться у входа в Центральный парк культуры и отдыха со стороны улицы Пушкина. Причина – чтобы обеспечить жителям беспрепятственный вход на территорию ЦПКИО. Коллапс начинается каждый день на подъезде к кинотеатру «Малина». После того, как там запретили на час оставлять автомобиль бесплатно, автолюбители заполонили пешеходную зону. Вокруг торгового центра пешеходная зона. Заезжать сюда вообще нельзя. Но машин по-прежнему очень много. И люди просто не знают, где еще припарковаться. Коллапс на подъезде к торговому центру. Раньше на час машину можно было оставить бесплатно. Сейчас стоимость 50 рублей. В два с лишним раза дороже, чем на городских парковках. Вот так вот ютиться между машин, и тебя могут притереть, и просто уехать, как случилось на днях. Я считаю, что если бы она была бесплатной, так было бы правильнее. Территорию вокруг торгового центра «Малина» сделали пешеходной в июле 2018. Однако фактически этому статусу она не соответствует до сих пор. От безысходности те, кто работает рядом, бросают машины, нарушая правила дорожного движения. Сложно ходить. Мы здесь рядышком работаем. Вообще постоянно с большими трудностями преодолеваем все эти переходы от одной улицы на другую. Сложно. Машин, конечно, очень много. Это беспокоит. Если место есть, то, конечно, люди вон жмутся, вон парень пошел между машин. А если ставят так, что притерку вплотную, конечно, не пройдешь совсем. Рядом на подбелке находится областная дума, МФЦ, почта. Но ни в одной из организаций нет своей бесплатной парковки. Неизвестно, где оставлять машины жителям, которые приедут сюда, чтобы получить бесплатные услуги. Мы решили найти бесплатные парковочные места поблизости. Парковка есть рядом с памятником Ленина, но на ней помещаются всего 11 автомобилей. Также можно оставить авто на небольшом участке Мюнстерской улицы, полностью забитой машинами переулки. Но этих парковочных мест явно недостаточно. На них не разместить и части автолюбителей, приехавших на почту или в МФЦ. Поставщики продуктов и товаров, клиенты которых находятся на подбелке, с трудом находят место, чтобы разгрузиться. Удобство улицы оценивает однозначно. Плохо. А почему плохо? Неудобно, места разгрузки нет. На площади Ленина даже платная парковка практически забита. На Горького Ленина и Соборной остановка запрещена. Несмотря на угрозу быть эвакуированными, автолюбители все равно оставляют машины у тротуаров и под знаками. Другого выхода для тех, кто не в состоянии оплатить парковку, просто не оставили. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязанской области повысили предельные тарифы для платных дорог. Соответствующее постановление опубликовали на сайте правительства в среду 9 января. Теперь старые тарифы выросли чуть больше, чем на 15%. Документ будет распространяться только на те дороги, которые построили или реконструировали инвесторы. Размер платы будет зависеть от количества осей, высоты автомобиля и наличия искусственных сооружений на платных участках дороги. Напомним, в Рязани станут платными продолжение северного обхода и прямой проезд с Михайловского шоссе на Северную окружную. За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 3 человека получили травмы. В регионе произошло 23 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторами Дорожно-патрульной службы ГИБДД выявлено свыше 3000 нарушений правил дорожного движения. Задержано 2 водителя в состоянии опьянения. В поселке Сарае произошло столкновение автобуса и двух легковых автомобилей. ВАЗ-2115 и Лада Гранта. По предварительной версии автобус ПАЗ не уступил дорогу одной из машин, у которых было преимущество. Авария произошла 9 января в 11 утра. В результате ДТП пассажирка автомобиля Лада Гранта обращалась за медицинской помощью. В этот же день 9 января произошла и другая авария, которая практически парализовала движение города. Случилась она прямо в час пик в 5 часов вечера на Первомайском проспекте. По предварительной версии девушка-водитель на Шевроле Круз выехала на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с автомобилем Шкода Октавия, который как раз ехал на зеленой. В результате ДТП водитель последнего автомобиля обращался за медицинской помощью. По факту обоих происшествий проводится проверка. Все обстоятельства уточняются. Стали известны подробности новогоднего убийства, произошедшего в Рязани. Напомню, житель города и его друг избили знакомого, которого заподозрили в краже сотового телефона. Денег и ключи от квартиры. Видео с места преступления в сюжете Дины Сляевой. Праздник, который закончился трагедией. Друзья в конце декабря начали отмечать. Пошли в магазин за алкоголем. Встретили старого знакомого, у которого, что называется, трубы горели. Пожалели и позвали с собой. Дальше, как в классическом детективе. Все разошлись. Хозяин проснулся утром, запертым в собственной квартире. Ключей, а также денег и сотового телефона не нашел. Кто оказался вором, догадаться нетрудно. Случайный гость оставался, когда остальные разошлись. Хозяин узнал, где живет похититель. Идея наведаться в гости и забрать похищенные тоже пришла случайно. Уже в январе друзья продолжали отмечать и проходили мимо дома, где он жил у своей знакомой. Протел за голову, повернул его. Вы можете присесть, как все это было показать? Повернул его голову. Куда? Спросил, где деньги, телефон и ключи. А вы где находились? Сзади него, вот как сейчас стоит. Словесные выяснения, где похищенные вещи и деньги, результаты не дали. Завязалась драка. После того, когда вы закончили сбивать, что делал потерпевший, что делали вы? Отошли назад, зашли в зал. Там сидели эти две девушки и говорили, уберите его отсюда. Мы его боимся, он нас бьет. А потерпевший что делал? Терпевший сидел, ну вставал. Мужчины еще успели пообщаться с хозяйкой квартиры и ее приятельницей, а когда уходили, он еще был жив. Как было установлено предварительным расследованием, они нанесли ему порядка 15 ударов руками, ногами, по голове, по различным частям тела, по животу, по спине, по ребрам. После чего они покинули эту квартиру и ушли по своим делам. Избитый был доставлен в лечебное учреждение, в областную клиническую больницу. Где мужчина умер через несколько дней. Судмедэкспертиза показала, смерть наступила от полученных травм. 8 января по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В тот же день задержали подозреваемых. Они были допрошены, дали признательные показания об обстоятельствах совершенного преступления, пояснили, что да, действительно, они, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нашли этого гражданина, избили его. Не добились от него никаких внятных результатов о том, где деньги, где телефон. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Дина Исляева, Стамислав Кудряшов, телекомпания «Город». Усадьба Попова и ансамбль Троицкого монастыря вошли в единый реестр объектов культурного наследия регионального значения. Это позволит не только исключить застройку территории, но и сохранить их исторический облик. Что особенного в этих объектах знает Галина Кудряшова. В реестр объектов культурного наследия регионального значения вошел ансамбль Троицкого монастыря, который расположен на Московском шоссе. Место уникально своим историческим значением. В 1386 год первое упоминание в летописи о том, что преподобный Сергий Радонежский пришел в Рязань, остановился здесь в монастыре, ночевал здесь, молился здесь. Тогда был, конечно, деревянный весь. И наутро пошел в Рязанский Кремль на встречу с Олегом Рязанским для примирения великого князя Дмитрия Донского и Олега Рязанского, то есть Москвы и Рязани. Однако постройки того времени не сохранились, ведь тогда Рязань была деревянной. В 1695 году был построен Троицкий храм, а затем Сергеевский, который сейчас полностью отреставрирован. Троицкий храм на плотно реставрируется, реконструкция уже заканчиваем. Впереди колокольню будем строить заново практически, потому что остался один ярус только. Очень много здесь, когда строили завод, много допустили неправильностей. И всю эту землю, которую сколозован по всему монастыру, можно сказать, размазали, чтобы не вывозить. Извините за такой термин. И поэтому приходится исторический ноль. Подходить к историческому нулю. Это местами до полутора метров даже снимать слои земли. Сейчас реставрация мужского монастыря продолжается. Внесение в реестр объектов культурного наследия регионального значения помогает привлечь партнеров и продолжит работы, учитывая все нюансы исторической архитектуры. Под охрану попали и три резных домика на улице Щедрина, которые теперь стали единым усадебным комплексом. Номера 19, 21 и 23 были памятниками еще в советское время. Сейчас же в реестр объектов культурного наследия включили прилегающие территорию и хозяйственные постройки, что поможет сохранить их в первозданном виде. Это такие яркие образцы как раз русского стиля в архитектуре. Этот стиль стал популярен во второй половине 19 века. Он считается, что родоначальник этого стиля, человек, который ввел этот стиль в моду, архитектор Рапет, точнее фамилия у него была Петров, но он фамилию свою немножко поменял местами буквы и стал Рапетом. И поэтому зачастую такой стиль называют Рапетовский еще. Это как раз стиль, который включает в себя деревянные резные наличники, карнизы красивые. Вот это то, что мы все любим, похожее на деревянные терема. Также это практически единственная сохранившаяся в Рязани усадьба с садом, который до сих пор плодоносит. Интересная история дома. Его построили в 19 веке. А в 1910 году Петр Михайлович Попов, родственник изобретателя радио Александра Попова, решил выдать замуж свою дочь и в качестве приданного подарил ей эти три дома. Софья Петровна оказалась владельцем всей этой усадьбы. И я как хорошо ее помню. И давала она мне книжки старинного древолюционного издания. И все там были в нее журналы Нивы. В общем, мы с ней были в хороших отношениях очень. Анатолий Иванович родился в 1930 году и всю жизнь провел в этом доме, который за годы внешне практически не изменился. Галина Кудряшова, Сергей Данилин, телекомпания «Город». После праздника Рождества Христова наступило время святок. Это дни от Рождества до Крещения. После поста верующие стремятся с радостью встретить праздники. Калятки, катание с горок, посещение гостей. Все это добрые традиции, которые многие люди соблюдают до сих пор. Подробнее расскажет Мария Рудая. Это одна из тех самых калядок, которые принято исполнять во время святок. Калядование включает в себя исполнение благожелательных песен, славящих праздник Рождества. С этими напевами люди ходят друг к другу в гости. Настоятель Вознесенского храма, протерея Арсений Вилков, соблюдает эту добрую традицию. Было время, когда он ходил к пожилым прихожанам с песнопениями и подарками. Помимо своего священнического и миссионерского служения, батюшка – многодетный отец. Вот-вот у него родится шестой ребенок. Тоже рождественское чудо. В семье отца Арсения время святок проводят с особой теплотой. А Рождество – вся семья, без исключения, как правило, проводит в храме. У нас семья многодетная, и мы, как правило, все ходим на ночную службу. Если никто не болеет, то мы собираемся все, от малого до великого. Здесь маленькие дети. У них совершенно никаких проблем с тем, что они могут заснуть где-нибудь на лавочке. Их положил, и они там спят спокойно себе. На Руси во время святок всегда было принято радоваться празднику. После многодневного рождественского поста запрягались тройки лошадей и катались по улицам, ходили в гости, угощали друг друга разными блюдами. А вот гаданием верующие люди никогда не занимались. Это запрещено, и, как утверждают святые отцы, крайне вредно. Безобидная, на первый взгляд, шалость может самым пагубным образом сказаться на духовной жизни человека. Да и к празднику это не относится никаким образом. Можно просто радоваться жизни, можно действительно кататься с горок, можно радоваться зимнему солнцу, снегу, ходить на лыжах кататься. Но самое главное – это ощущение присутствия Божия в твоей душе, в твоем сердце. И вот это как раз и радует, что Бог тебе подарил этот мир, что Он дал это творение, и ты сам его творение, и Он всегда рядом с тобой. И, конечно, это повод для радости. А это спектакль, который ребята из православного молодежного общества «Гранат» показывают обычно во время святок. В основу постановки ставится известная всеми любимая сказка, в которую сценаристы, они же актеры, вписывают рождественские мотивы. Потом сказку показывают в детских домах, интернатах, домах престарелых и в других социальных учреждениях. Координатор «Граната» Елена Манкина принимает непосредственное участие в подготовке праздника. Девушка признается, для нее святки – это особое время, когда хочется подарить немного тепла и любви окружающим. Такое светлое время, радостное, когда можно уже пойти в гости, поздравить всех с праздником, подарить подарки, получить подарки, послушать такие праздничные песенки, калятки о Рождестве Христовом. Подарить радость и получить эту радость, потому что во время святок, как никогда, ты ее ощущаешь. Святки будут длиться до праздника крещения, который отмечают 19 января. Мария Руда и Сергей Данилин, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте – город62.tv и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире. Мама спит, она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Строительная компания «Зеленый сад» Субтитры создавал DimaTorzok